Привет, друзья! Наступило сегодня, а это значит время изучать Библию. И Новый Завет говорит о том, что священные тексты Ветхого Завета даны нам сегодня в наставление, нам, которые достигли последних времен. И Писание учит нас, Павел пишет нам в Писании, чтобы мы терпением и утешением из Писаний сохраняли надежду. То есть все Писание, весь Ветхий Завет, он богодухновен, и он написан нам. Он полезен для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Он нам нужен. И это все то, что было написано прежде, написано для нас сегодня, как примеры, как образы. Написано для нас и нам. Это важно понимать. И когда мы читаем текст Ветхого Завета, то мы должны научиться смотреть также аллегорически, прообразно, потому что это образы для нас, определенные примеры. Когда мы читаем, что народ Божий подошел к скале, и скала источала воду, Павел пишет, ребята, скала — это Христос, да, и мы знаем, а вода — это образ Духа Святого, или сверхъестественной жизни, жизни и спасения от Господа. Мы должны верой свою дарить в скалу, которой есть Иисус, и получить вот это вот излияние Духа Святого, излияние спасения. Вот. Я хочу сегодня поговорить из Ветхого Завета, из Книги Царств, и проговорить прообразно, преобразно, применительно к сегодняшнему времени. Поговорить аллегорически, но актуально для тех сегодня, для многих тех людей, которые были в каких-то церквях. Люди, вы посещали какую-то церковь, вы были членом или активным там служителем какой-то общины, но так получилось, что сегодня вы вне. Вы вышли, вы остаетесь верующими, но вы вне общины. Вы, возможно, очень сильно разочаровались именно в христианстве, не во Христе, слава Богу, разочаровались в общинах, в церквях. Вы увидели неправильные вещи какие-то. Вы увидели, как знать религиозное жирует, врет, стяжает деньги. Вы увидели тотальный контроль, деспотизм и авторитаризм. Вы увидели ереси и ложь религиозных лидеров. Я не говорю сейчас про тех людей, которые реально, то есть, пришли в церковь, там, кого-то обокрали, сделали грех такой и ушли сегодня вне церкви, вот, и сидят такие, вот, мы вышедшие из, ушедшие из деноминации структуру. Нет, я говорю про людей, которые на самом деле увидели какие-то, какую-то нечистоту, какую-то грязь, и с которой они даже боролись, но в конечном итоге ничего не получилось, они остались одни. И таких людей много по городам различным. Люди, которые вышли из церквей, но находятся, как бы, ну, вот сами, с Господом дома, вдвоем, с семьей или один человек. Вот, я хочу с вами вот сейчас поговорить из книги царств. И если мы вспомним, то вообще в книге царств, в первой книге царств, сказано, что Бог хочет владеть народом, владычествовать народом. И когда народ стал избирать себе царя, когда народ стал кричать, дай нам царя, дай нам титулованного помазанника, дай нам человека-лидера, за которым бы мы следовали, то это было оскорблением в адрес Бога. Бог сказал тогда, Самуил, они отвергли меня. Требуя себе царя, они сделали грех и отвергли меня. Эти люди не хотят, чтобы я над ними царствовал, поэтому ищут себе религиозного лидера. Сегодня церковные структуры полны пирамидально-иерархичным таким устроением, полны авторитаризма, полны следованием за лидером. Вот, и это все, вся эта система, все это збун против Бога. К сожалению, люди в церквях сегодня отвергают Бога, власть Господа. К сожалению, церкви сегодня, и церковь, она отвергает власть Господа Бога. Иисуса Христа. Иисус вообще глава церкви, но, к сожалению, сегодня во многих-многих общинах есть главы. Главы динаминации, главы структур, главы каких-то общин и так далее. И это не только юридически там или как-то фактически так их называют, это практически, практически сегодня не дают Иисусу руководить церковью. Люди избирают себе лидера. Сегодня люди идут за лидером. Сам Павел говорит пресвитерам эфесской церкви в Деяниях, он говорит, что из вашей среды и среды пресвитеров восстанут те люди, которые будут учить превратно, которые будут стараться увлечь учеников за собою. Религиозные лидеры будут пресвитеры, пастыри, будут стараться увлечь учеников за собою. Мы не должны идти за человеком, просто за авторитетной личностью. Вот он помазанник, вот он от Бога, и я иду за ним, за человеком. Мы должны идти за Христом. Мы всегда есть ученики Иисуса Христа. И задача любого служителя воспитать в человеке последователя Иисуса Христа. Воспитать человека, который будет руководим Духом Святым. Но народ в царстве, в книге царств, он избрал царя, сделал грех. И мы знаем, долгие годы, столетия, столетия в Израиле была эта царственная пирамидальная структура. Но Бог говорит, это все неправильно, я хочу чего-то нового, я хочу чего-то другого. И Он говорит, я дам вам в скором времени царя. Да, то есть мы видим вообще Иисуса, помазанника, да, это Иисус стал этим помазанником, которого Мессия, которого ожидал, Бог обещал и ожидал народ Израиля. Вот, и мы видим, что в царствах Паралипоменонах, что появляется в народе хороший царь, который праведно живет, и народ живет праведно. Народ, идя за царем, живет праведно. Но только царь развратится, оступится, уйдет в грех, и народ туда же. Почему? Потому что следует не за Богом, а за человеком. Именно поэтому, когда пришел Язикея и сделал удивительные реформы, реформы, то Бог сказал, Язикея, ты молодец, ты уничтожил идолов среди Израиля, возобновил храмовое служение, я тебя благословлю. А вот народ через сколько-то лет я накажу за вот эти вот кождения валом, за поклонение идолам. Ну как, я думал, но ведь народ покаялся, народ обратился, за что его наказывать? А все очень просто, народ обратился, потому что появился царь, который стремится к праведности. И народ, в принципе, просто шел за царем. Как и сегодня, если станет президентом государства, посвященный христианин, то христиан, как бы посвященных с виду, в стране значительно прибавится. Потому что люди, они просто, многие ищут благосклонного лица правителя. Но судьба человека от Господа. Многие заискивают у знатных, у вышестоящих. Люди следуют за человеком, и это плохо. И Бог обещал дать такого царя, который не будет ошибаться, который не будет грешить. Все цари, они согрешали, они были несовершенными. Поэтому Бог говорит, я это все, это временно, я хочу дать царя безгрешного правителя, владыку. Он будет владыкою в Израиле, он воцарится и будет Господом всей земли, всех народов. Он обещал помазанника царя. И когда Иисус, как бы, вознесся, когда Иисус оставил церковь, эти слова Бога, они исполнились. Царем и владыкою, и Господом, и этим правителем стал именно сам Иисус. Главою церкви стал сам Иисус Христос. Но давайте вернемся к царствам. К царствам. Мы знаем, что народ требовал себе царя, и Бог дал им Саула, который, в принципе, стал согрешать. Бог дал им титулованного человеческого правителя, но тот стал грешить в конечном итоге. И мы знаем, что от Саула отступил Дух Святой, и в нем стал действовать демонический дух. И, кстати, если кто интересно и внимательно посмотрит в книгу царств, то вы увидите, что когда от Саула отступил Дух Святой, и стал его теребить и действовать в нем Дух Злой, Дух Демонический, то периодически и позже Дух Святой все равно приходил и действовал через Саула. Даже имея демонического злого духа, Саул продолжал через время пророчествовать. И сегодня, знаете, люди избирайте религиозных лидеров. И, к сожалению, так получается, что религиозные лидеры, они становятся нечистыми на руки, они грешат. Они заражены страстью, власти, славой, самовлюбленные. Они запускают руку в церковную казну. Они учат следовать за собой, о чем я говорил, и так далее. Они грешат, просто врут, грешат, и так далее. Они тунеядствуют. Они, как Саул, делают грех, непослушные Господу. И в них действует нечистый Дух. Я убежден, я потому что верю Писанию, и это я вижу из практики, что во многих сегодня религиозных лидерах, в больших лидерах, динаминаций больших, в них действует бесовский злой и нечистый Дух, тот Дух, который действовал в Сауле. В помазаннике, в принципе, в религиозном лидере, которого там Бог дал и Бог поставил. Правильно? Бог же поставил Саула. Бог дал. Хотя бы там не было его, ну, как бы, воли в конечном итоге изначально. Но так же, как и в Сауле, действовал и Дух Святой, и Дух нечистый, так сегодня в религиозных лидерах действует Дух Святой. Дух Святой использует их по своей надобности. Конечно же, Бог использует все и вся. Это факт. Религиозные лидеры и церкви, авторитарные даже, полусектантские церкви, церкви с тотальным контролем, христианские и околохристианские секты, там тоже каким-то образом Дух Божий действует. И люди могут спасаться, и люди могут исцеляться. Бог действует не потому что, а вопреки. Как и в Галатийской церкви, которая уклонилась, отпала от Христа, впала в законничество, Бог действовал. Бог действовал. И Павел пишет, что Господь творит, продолжает творить через вас, среди вас чудеса, через дела ли за законом, или через наставление в вере. Саул согрешил и заимел Духа нечистого, но Дух ступь продолжал его использовать. Но тут появляется Давид, которого Бог поставил и Бог помазал в царя. И в Псалме 2 говорит Господь, что «я помазал царя моего над Сионом». А Давид стал прообразом этого удивительного и великого царя Иисуса, которого Бог помазал в царя над церковью, поставил главою церкви. И так появляется Давид-помазанник, и есть Саул, человеческий лидер, и Давид-помазанник, Давид-образ на Христа. Так и в церкви сегодня, и мы знаем, что Саул взял Давида и использовал Давида, и Давид там служил при Сауле. Так и сегодня религиозные лидеры, лидеры динаминации используют Господа. В каком-то определенном смысле не лидеры вот эти служат Господу, а не Господа используют, чтобы он им служил. Им нужен Господь, чтобы он производил исцеление, чтобы касался людей, чтобы люди, кстати, себя жертвовали, становились адептами динаминации и так далее. То есть лидеры пытаются тем или иным образом Господа использовать, как и Саул пытался помазанника Божьего Давида использовать в своих целях. К сожалению, сегодня, опять же повторюсь, Христа пытаются использовать, имя Христово использовать, чудеса Христовы и Библию Божью использовать, чтобы как бы для своего саульского интереса, для своего эгоистично-числавного интереса, религиозно-эгоистичного интереса. Вот. И Давид, в принципе, служил при Сауле, будучи помазанником. И так Бог сегодня, знаете, Иисус, он не гордый. И Иисус даже, он знает, что вот эти люди пытаются его использовать, но он действует вопреки. Он говорит, мне не важны вы религиозные лидеры, я все равно помимо вас буду людей спасать. А вас за это спрошу, Саулы. Я за вас спрошу, но вы там славу присваиваете себе, но я буду действовать, спасать, я буду исцелять, я буду освобождать людей, как бы через вас, как будто бы это вы, но это не вы, это я вообще, ребят. Я действую не потому что, а вопреки вообще вам. А вас я за эти вещи спрошу. И вот так вот был Давид при Сауле, и до того прекрасного момента, когда в книге царства, в царствах 18 главе со стиха 6, когда они шли при возвращении Давида с победы над филистимлянином, то женщины из всех городов израильских выходили навстречу Саулу, царю с пением и плясками, с торжественными тимпанами и кимвалами, и восклицали игравшие женщины, говоря, «Саул победил тысячи, а Давид десятки тысяч». И Саул сильно огорчился, и неприятное было ему это слово. И он сказал Давиду, дали десятки тысяч, а мне тысячи, ему не достает только царство. И с того дня и потом подозрительно смотрел Саул на Давида. И вот здесь вот возникает проблема и беда, то есть соперничество у Саула с Давидом, потому что, видите ли, Давиду воздали больше славы. Сегодня религиозные лидеры любят славу, они любят предвозлежание, напиршество, они любят аплодисменты, чтобы люди называли их пастор, пастор, епископ, епископ, чтобы люди называли их навычтили их и уважали. Они этого любят. Они любят эту похвалу, славу человеческую, потому что они возлюбили славы и присутствие Бога. Прославление Бога они возлюбили, потому что возлюбили себя, свое прославление. И здесь Давид, Давид и Саул, и Саул начинает огорчаться из-за того, что Давиду воздается слава. И сегодня, когда в церкви вырастают люди, которые начинают слушаться Христа и Духа Святого, а поскольку Саулы-то, Саулы религиозные, они Богу-то во многом или отчасти непослушны, и послушание людей в церкви Богу в сравнении, в контексте с властью местных Саулов кажется бунтом против Саулов. Люди в церкви становятся послушными Богу, а Саулы говорят делать обратное, а Бог делает то или иное. И люди слушаются Бога, и тут возникает огорчение у Саулов, что у них своровали авторитет, у них своровали власть. И они начинают соперничать, соперничать, сами того не понимая, самим Христом, как Саул соперничал с Давидом, который есть образ, прообраз на Господа Иисуса Христа. И Саул сам сказал, ему дали славу и так далее, а ему не достает только и царство. То есть, понимаете, он говорит, еще бы царство у меня Давид забрал. Сегодня религиозные лидеры, знаете, чего боятся? Что у них заберут царство, власть, владычество, возможность и право распоряжаться душами. Они воцарились просто. Это виноградник Божий, который Бог насадил, но они, эти злые виноградари, забрали его себе. И говорит, мы сына не примем, потому что вот это, ну как бы, он сейчас все заберет. Вот. Ну, читали вы об этом, да? И царство, оно характеризовано не только властью. Царство это власть. Царство еще характеризовано, когда мы говорим о царстве, это не только власть и правление. Это территория, на которой есть какие-то богатства, какие-то недра, какие-то достояния, какие-то запасы. То есть, это финансовая составляющая. И сегодня есть две святыни у Саулов местных. Это их царство, их власть, их авторитет и вторая деньги. Вот ты можешь хоть что в церкви делать, главное, ты не имеешь права трогать, трогать власти пастора, его авторитета. Даже по мысли, что он может ошибиться. И второй момент, ты не имеешь права и возможности лезть в церковную казну, то есть в карман пастору. Церковная казна равняется карман пасторе. Только он знает, что да как, куда деньги девают. Ты не имеешь права лезть сюда вообще. Ты кто такой? Ты челядь вообще? Куда ты лезешь? Ты восстал. Вот. Противление и конфликт у Саула к Давиду, у местных религиозных лидеров, к Христу, которые действуют в людях. Если ты дашь Христу в тебе действовать, то во многих религиозных общинах у тебя будет проблема. У местных Саулов с тобой будет конфликт, и будет сильное у них огорчение, и они увидят, что ты хочешь царства. Что Христос, который в тебе хочет царствовать и рулить, занять престол, который ему поправил приндлежит, но который они заняли. И у Давида произошел конфликт, и Давид в конечном итоге стал бегать. Он ушел от Саула, и Саул стал его преследовать, бросать в него копья, ненавидеть, пытаться убить и так далее. Сегодня Христа, к сожалению, религиозная пирамидальная структура, владычи свой авторитаризм, пастырский, они выгнали Христа. Знаете, опять же, что я подразумеваю под авторитаризмом? Люди сегодня думают, любая строгость, это как бы авторитаризм. То есть они думают, что церковь, это просто ты делаешь, что хочешь, тебя никто не трогает. Нет, авторитаризм отличается от библейской строгости тем, что авторитаризм вот так говорит. Я помазанник, меня Бог поставил, поэтому будет вот так. То есть основание, потому что я меня Бог поставил, это авторитаризм, подчинение просто власти как таковой, подчинение тем, кто провозгласил себя властью, потому что они себя провозгласили. Но библейское подчинение, оно написано, подчиняйтесь друг другу, оно характеризовано подчинением друг другу в страхе Божьем и подчинением друг другу на основании Слова Божьего. Павел говорит, что я пленяю ваши помышления в послушании Христу. Павел реально пленял людей. Павел реально порабощал людей. Да ты что, Павел порабощал людей, он занимался тотальным контролем, значит? Тоталитаризм у него был, у него секта была, он пленял людей, в плен брал не только их самих тела, а каждую мысль их. Да, но не себе, а в послушании Христу. Пленяем ли мы сегодня людей своему авторитету? Я помазанник, я сколько здесь церкви, я эту церковь открыл, ты кто такой? Или мы пленяем людей Слову Божьему, Христу, пленяем помышление в послушании Господу, которое Слово Божье, имя Ему Слово Божье? Вот и все, и вот чем отличается авторитаризм от библейской строгости и библейского подчинения. Мы подчиняем друг другу, друг друга Христу, мы подчиняемся друг другу во Христе и на основании Слова Божьего, в страхе Божьем. И Давид, Давид стал уходить, Давид убежал. И сегодня многие из вас ушли из церквей, убежали, некоторые спаслись, они бежали из тоталитарной секты, им вслед кричали проклятие, злословие, что они погибнут, что их Бог поразит. Какое-то время вы ушли, вы бегали, вы в страхе даже бегали, вы боялись, вы боялись, потому что думали, вас проклятие настигнет. Вот, и вы ушли, как Христа выгнали. Сегодня из церкви религиозный лидер, как Саул Давида как бы, вынудил уйти. Так сегодня Христос изнан, Христа выгоняют из виноградника, пришел он в церковь, виноградник, его выгнали оттуда, выгоняют, Христос, у нас здесь свои. В наш монастырь Иисус со своим уставом не ходит. Вот такое вам говорят, представляете, ты им с Библии приходишь в церковь, они говорят, у нас свой монастырь, мы так решили, у нас свой устав. Христа выгнали, ты ушел, ты видишь вот эти все вещи, а Саульство это, ты ушел. Что дальше? Я прочитаю этот стих, друзья, для вас, это призыв к действию. Первая царств, 22 глава, стиха 1. И вышел Давид оттуда и убежал в пещеру Адаламскую. Ты в пещере, ты один сегодня, ты живешь в своем маленьком городке или в большом городе, но ты в пещере, ты один. Ты, ты, это конфессия, она как конфессиональная церковь, она как царственный дворец. Давид был в царственном дворце, вот. Но сегодня ты в пещере, ты один там дома, вы вдвоем на кухоньке собираетесь, вот. Конфессия шикует, конфессия победоносно шествует, там тысячи и тысячи людей. Ты один в пещере. Саул у него царство, Саул у него воинство, Саул у него полки, у него деньги, богатство, слава, авторитет. Давид он в пещере. Христа сегодня выгнали в пещеру. Пещера это простой формат, друзья, пещера это не царские чертоги вообще. Но Давид был от Господа в пещере. И что дальше? И дальше, и Давид в пещере. И услышали братья его, и весь дом отца его, и пришли к нему туда. И собрались к нему все притесненные, все должники, все огорченные душою. И сделался он начальником над ними, и было с ним около 400 человек. И Иисуса выгнали сегодня из церкви, Иисус в пещере, Иисус в простом формате, Иисус вне чертогов динаминации, Иисус просто так на кухне, просто в катакомбах, просто в лесочке у дерева, где могут люди собираться. Иисус там, наша задача, вот мы сегодня, что нам делать? Давайте придем к нему. И собрались к нему, братья его, и пришли к нему туда, и весь дом отца его. Друзья, те, кто братья Иисуса, вам нужно, оно нужно прийти, ты выгнал от тебя динаминация, иди к Иисусу, и будь с Иисусом, будь со Христом, будь во Христе, будь в Слове Божьем. Если ты притесненный, огорченный динаминацией, если ты выгнан, унижен в динаминации, иди ко Христу, будь со Христом. Почему сегодня многие вышедшие падают в грех? Почему вы не со Христом? Вы вышли, но вы не со Христом. Идите ко Христу, идите к Иисусу. Но более того, эти люди, они не только пришли к Давиду, они собрались все вместе к Давиду. Они собрались в группу 400 человек, и были с Давидом, и сделали его начальником над собой. Братья и сестры, те, которые вышли в городах, вышли из динаминации церквей, видя соульство, динаминации. Нам нужно собраться. Нам нужно собираться. Нам не нужно быть один в той пещере, один в том лесочке, один там, другой сям. Нам нужно все вместе собраться. Вам нужно в вашем городе. Вот я там в Москве. В Москве, где люди, кто есть, в Подмосковье. Нам нужно собраться, и пусть начальником у нас будет Иисус. Вы в Воронеже, вы в Украине где-то, вы в США, вы в Ирландии. Вам нужно в городах собраться. Ты пойми, друг, ты не один, есть еще. Ты можешь, как Илья, молиться. Я вот один остался, мои души ищут. Есть еще 3000 человек, которые не преклонили колени своих валу, как Илья, божеский ответ, говорил. Есть люди. Есть вот эти огорченные, есть эти люди, которые в доме Отца, Бога, которые братья Давиду, то есть Христу. Есть эти люди, нужно найтись, друзья, нужно собираться, нужно собраться, и пусть начальником у вас будет Христос, голова Христос. Нужно сделать собрание. Давид сделал свое собрание. Всего 400 человек. По сравнению с огромным царством, динаминацией Саула, маленькая группа в 400 человек. И собрались к нему все огорченные душою. Должники. В динаминациях делают вас должниками. Вы должны, вы обязаны служить системе. Не Христу, а системе. Вы притесненные, притесняют авторитарные лидеры, тотальные контроли, лезут в душу, лезут в семьи, рулят. Просто не слово Божье рулят, а они просто рулят и так далее. Они рулят семьями, домами, деньгами, судьбами. Тотальные контроли осуществляют. Притесненные люди, огорченные люди. Пастор плевал вам в лицо. Вас оскорбили вообще и так далее. Потому что они безнаказанно себя чувствуют, что они такие крутые. Ну и что делать? Соберитесь. Давайте собираться. Давайте найдем друг друга. Давайте по городам найдем друг друга. Соберемся во Христе, вокруг Давида, вокруг Иисуса. Соберемся. Соберемся. И вот команда Давида собралась. Сегодня Иисус собирает команду. Когда Иисус, когда умер и воскрес, когда он умер, все разбежались. Но он собирал команду. Он явился более, нежели пятистам братьям. В одно время апостолам пришел и к братьям пришел. И апостолы там были одиннадцать человек. Иисус к ним явился и потом присоединился еще там тем, которым, где Иисус явился. Клеопа и другие пришли. Их сто двадцать в горнице стало. Иисус собрал их. Иисус собрал их. И потом в деяниях второй главе Дух Святой сошел на эту горницу. Сверхъестественная сила сошла на эту группу людей. И началось мощное пробуждение. Сегодня Иисус вот вас хочет собрать, вышедших вот этих, ушедших. Собрать и сделать из вас, как и Давид сделал команду свою, которые стали потом полководцами, военачальниками в царстве Давида. Иисус хочет вас собрать. Да, какое-то время вы поскидаетесь, но придет время, когда воцарится Давид. Когда придет победоносное шествие Христа вообще. Не победоносное шествие вавилонской блуднице, лжецеркви, динаминации какой-то, а царствие Господа Иисуса Христа. Это время придет. Но нужно собраться. Конечно же, я вам говорю сразу, и вы это понимаете, не все будет легко, потому что из этих огорченных и так далее, притесненных, куча тоже разбойников. Из-за высших куча еретиков вообще. Беззаконников, нечестивцев, которые лучше бы не выходили из динаминации. Там порядочнее было бы, если бы они оставались. И будут такие люди. Но если над тобой начальник Христос, если ты избрал, как эти люди, они поставили над собой начальником Давида. Если ты поставил начальником Давида, и пришел человек, который должен говорить, я хочу, чтобы начальником был Давид, то есть Христос надо мной. Его слово. Неужели вы не сговоритесь? Неужели, если будет какое-то разномыслие в богословии, в понимании учения, вы не придете к одному, вы же ищете начальствование Господа. Ты легко откажешься от своих идей, потому что другой человек покажет тебе, вот в чем начальство Христово в этой серии. Ты подчинишься, ведь ты не своего начальства ищешь. Самое главное, приоритет здесь, поставить начальником Его. Не мы вышли из динаминации, теперь мы сами себе начальники, мы тоже хотим, как Саулы, начальствовать. Нет, нам нужен начальник Христос и Его слово, чтобы полностью царствовало. Он полностью начальствовал и главенствовал, давая всему начало. Давайте, друзья, собираться. Во имя Христа Иисуса найдем друг друга. Давайте создавать общины, давайте создавать церкви по городам, давайте списываться, давайте созваниваться, давайте встречаться. Не все будет легко. Многие, которые придут, они отпадут, потому что это вообще разбойники могут быть. Но будьте люди, с которыми, как Давид, с которыми ты вокруг, как у Давида были, вокруг Христа, с которыми вы построите команду. Благословить тебя Господь, друг. Иисус Христос умер за нас. Иисус распялся за нас. Для чего Он распялся, для чего Он воскрес, чтобы владычествовать и над мертвыми, и над живыми. Господь хочет действовать. Но знаешь, через кого Он будет действовать? Через тебя, через нас. Я обращаюсь к вышедшим из церквей, которые не в церквях сейчас, друзья. Настало время строить Божье сообщество там, в пещере. Не в красивой, как бы, царских чертогах динаминации, а там, в пещере, в простоте. Настало время собраться вокруг Давида, то есть вокруг Господа Иисуса Христа. Благословение тебе. Время изучать Библию. 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 Продолжение следует...